647 поселений в Алтайском крае и столько же проблем с ними. Как развивать село сегодня пытались решить депутаты Совета Федерации, местные чиновники, аграрии, представители культуры, образования и здравоохранения. У нас почти половина таких регионов уже не сохранилось, почти половина населения живет в сельской местности. Поэтому развитие сельских территорий для нас очень актуально. Для этого банально должны быть условия для жизни. Федеральные чиновники пообещали взять на заметку проблему газификации домов и вопрос с обеспечением жилья в регионе. На круглом столе затронули еще одну болезненную тему для деревень – закрытие больниц, домов культуры и школ. Мы тоже в своем опыте убедились, что этого делать не в коем случае нельзя. Закрывается школа, через несколько, буквально год-два и населенный пункт уже сразу сдувается. Каждый год алтайские села покидают в среднем 15 тысяч человек. Настоящий бич, соглашаются чиновники, утечка молодых специалистов. Но в то же время, по мнению депутатов, неплохо было бы лишить выпускников медуниверситетов миллиона рублей на жилье и просто распределять после вуза, как это было в советское время. Такая мысль вызвала заметное оживление в зале. По словам чиновников, молодых врачей развратили деньгами. В село надо ехать за романтикой. Но пока романтика не является мотивацией даже для низкоквалифицированных кадров. В Крутихинском районе пастухов нанимают из Тольменского района. Но у нас некому пасти, потому что народа-то уже нет. На заседании сошлись во мнении, что развитие региона за сельским хозяйством. Ведь именно оно определяет экономику в крае. В этом году на Алтае собрали около 5 миллионов тонн зерна. И это в тяжелых погодных условиях и режиме ЧСП-посевной. Дадут ли свои плоды размышления чиновников? Решится ли хотя бы одна из перечисленных проблем? Покажет время. Ирина Корчагина, Николай Шилко. Наши новости.